Пасха семейный праздник. К этому событию готовятся и взрослые дети, пекут куличи, красят яйца, украшают дома к Великому Дню. Но чтобы поставить все традиционные угощения на стол, нужно их осветить. Накануне праздника во всех храмах прошел чин освящения. Тысячи верующих приходят в храм, прежде всего на богослужение, и потом уже для того, чтобы осветить пасхальные сни, где-то и пасхальные яйца, и куличи, и творожные пасхи. Желающих осветить куличи и яйца традиционно много. Территорию Георгиевского храма разграничили, чтобы потоки тех, кто принял участие в освящении, и тех, кто ждет своей очереди, не пересекались. Готовились долго, держали пост, ждали милости Божией. Обязательно печем куличи, обязательно приходим, освящаем. Осветив куличи, православные отправились готовиться к ночному богослужению. Незадолго до полуночи во всех храмах служится полуношница, на которой поднимают плащаницу и относят ее в алтарь. Пасха – одно из самых красивых богослужений. Звучит радостный благовест, который возвещает о наступлении Великой Минуты Воскресения Христова. В алтаре начинается тихое пение, набирающее силу. В это время с колокольни льется ликующий пасхальный трезвон и совершается крестный ход. В Георгиевском храме пасхальное богослужение традиционно проводит благочинный церквей Денцовского округа священник Игорь Ногайцев. Во время службы он снова и снова с радостью приветствует всех молящихся словами «Христос Воскресе» и каждый раз в ответ звучит «Воистину Воскресе». И в эту пасхальную ночь все слова не будут иметь смысла, кроме слов «Христос Воскресе» и «Воистину Воскресе». Пасхальное богослужение – одно из самых красивых таинств. Через короткие интервалы времени духовенство меняет облачение и обходит храм в красных, желтых, синих, зеленых и белых ризах. А прихожане традиционно одевают одежду красного цвета или добавляют несколько элементов в свой костюм. Я в храме, потому что уже достаточно долго выцеркленный человек. И для меня это не просто праздник, не просто, скажем, ритуал, а торжество милости Божьей, торжество жизни над смертью, надежда, обетование на то, что наша жизнь проходит не зря и что в ней есть смысл. Чувства переполняют, потому что, на самом деле, несмотря на то, что пост довольно долгий такой, тяжелый, и тем не менее осталась небольшая грусть от того, что время поста закончилось. Но сейчас впереди большая радость. Пасха празднуется семь дней, весь период до Вознесения, а это 40 дней после Светлого Воскресения. Православные приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!» Воистину Воскресе! Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Евгений Голиков, Денис Харламов. Телекомпания «Одинцово».